БИБЛИЯ ГОВОРИТ Алексей Алексеевич, хороший вопрос задает Яков из России. Кстати, вчера я был свидетелем, когда мы праздновали праздник Крещения, как этот вопрос поднялся между нашим вчерашним проповедником и гостем. Покаяние человека является его откликом на возрождение, или человек рождается свыше после покаяния? Это один из очень сложных вопросов, которым занимались и занимаются богословы во все времена. Пытаясь понять, что же происходит в момент спасения души, люди анализируют многочисленные места Писания, они пытаются представить себе реальность, какова она, и исходя из всего этого, выстраивают картинку, как же это происходит. Так вот, сложность, наверное, этого вопроса заключается в том, что в Библии очень много мест, призывающих к покаянию, не указывающих действия, предварительное действие Святого Духа. Очевидно, что это ответственность каждого человека покаяться перед Богом. Что значит покаяться? Это значит прекратить сопротивление Богу, прекратить бунт против Него, осознать свою неправоту в этом, попросить у Бога прощения за то, что ты бунтовал, ты не кооперировал, не доверял Богу, и изменить свою жизнь. Вот это ответственность человека, и человек по своей сути, он имеет все необходимое, чтобы это сделать. Что это значит? У него есть разум, у него есть истина, у него есть достаточно фактов, которые говорят о том, что вот это так. То есть у него есть способность анализировать, принимать решения и действовать. Единственная причина, почему человек не делает этого, почему он не кается, он не хочет этого. И по причине того, что он не хочет этого, его нежелание, оно ослепляет его, и он находит всякие оправдания, пытается искать всякие оправдания, чтобы не покаяться, по разным причинам. И вот в этой ситуации Бог призывает, и Бог говорит, что ты покайся, покайся. И много разных мест Священного Писания, которые об этом говорят. Теперь, когда мы видим объяснение этого же вопроса немножко с другой стороны, мы как бы можем заглянуть за кулисы того, что происходит в духовном мире в этот момент. Наверное, лучше всего, а в этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам во второй главе. Мы читаем вторая глава, где апостол говорит о том, что мы все были мертвы во грехах. И вот эта мертвость, она как раз выражалась в противлении. Он называет нас сынами противления. Дух, который действует ныне в сынах противления. То есть все верующие люди, это те, которые противятся Богу. И дальше он говорит о следующем элементе мертвости, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. То есть человек, потомок Адама, все потомки Адама, они находятся в рабстве своих желаний, в рабстве своих похотей, в рабстве своего собственного «я», в рабстве самоутверждения, в рабстве гордыни, которая противопоставляет себя Богу, которая сделала себя центром, а не Бога. И вот сломать это сопротивление, естественно, человек не может, он не хочет этого, для него это неестественно. То есть когда ему говорят «покайся», он может в каком-то случае покаяться за какой-то плохой свой поступок, он может, опять-таки, не свергая с трона самого себя, если это в какой-то ситуации противоречит общепринятой морали, и он видит, что он ее нарушил, он может в этом покаяться. Но отказаться от определяющей роли своего собственного «я» в жизни, вот этого неестественно людям сделать. Вот почему мы видим, как апостол объясняет процесс спасения следующим образом. Он представил в первых трех стихах мертвость духовная, и дальше говорит «но Бог, богатый милостью своей, по своей великой любви, и дальше пятый стих «нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом». То есть, должно произойти сокрушение вот этого сопротивления. И вот это сокрушение Библия и называет оживотворением со Христом. То есть, когда происходит внутренний слом гордыни, сокрушение гордыни, и когда человек умирает для своего противления и своего рабства желания, и оживает со Христом. Но дело в том, что когда мы говорим об этом, вот это и есть момент веры. Вот рождение свыше – это и есть уверование. То есть, разделение того, что родился, потом поверил, или покаялся, или же покаялся, потом родился. Это ты можешь логически это разделять, но ты не можешь разделить это с точки зрения хронологии. Это единый момент. Когда человек родился свыше, это и есть его покаяние. В этом-то и смысл его покаяния. Человек не может покаяться и быть нерожденным свыше. Он не может покаяться, а потом быть и рожденным свыше. Не-не-не, это единый момент. Почему? Потому что ветхая природа не хочет каяться. Кается только новая природа, в которой появился новый человек, который видит всю свою греховность и кается в ней. В этом тонкость, почему люди спорят об этом. По этой причине, я думаю, что с практической точки зрения нам нужно не разделять эти два момента, а считать их одновременным событием, которое и совмещает в себе Божьи действия и человеческую ответственность. Это очень важно помнить. Каждый человек несет ответственность за то, чтобы покаяться. И в то же самое время, каждый человек, переживающий покаяние, он ясно понимает, что это произошло только потому, что Господь сделал чудо в его душе. Потрясающе. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Друзья дорогие, слава Богу, что вы имели такую возможность слышать эту истину сейчас. Поделитесь с ней, с другими людьми, у себя на страничках, в социальных сетях. Пусть неспасенная душа услышит эту истину, что Господь спасает, что к Нему нужно прийти, перед Ним нужно раскаяться. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни один новый выпуск. А на сегодня все. Благослови вас, Господь. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слово.орг. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp плюс один триста шестьдесят девятьсот семьдесят семь двадцать один восемьдесят два или по адресу электронной почты письма-собака-слова.орг. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!